Приветствую всех поклонников авиации с Fightful Fire. Сегодня, как я обещал, рассмотрю еще один новый пакетный прем. Начнем совместный боек, потому что тут раскрывается главное и, пожалуй, единственное отличие от прем.лайтнинга от обычной прокачанной версии. Это, конечно же, наличие подвесного вооружения. Если у лайтнинга F6 имелись только ракеты воздух-воздух, то у према для штурмовки есть неуправляемые бомбы и ракеты. Из необычного можно подвесить сразу 8 блоков наров, что смотрится очень грозно, но, увы, с точки зрения эффективности такие подвесы никуда не годятся. Баллистический вычислитель у самолета отсутствует, поэтому приходится прицеливаться вручную. И вот тут уже строго необходимо знать последовательность отстрела этих наров. Баллистику просчитать невозможно. Особенно на той скорости, на которой обычно летает лайтнинг. Другая проблема — это зенитки и различная техника с автопушками. На боевом рейтинге 9.3 полно таких машин, и они открывают панам огонь еще при первом заходе. Что мне казаться сбитым, приходится летать у самой земли. И то не факт, что нас не зацепят. Ракетами в таких условиях штурмить очень сложно. Но есть у нас еще 4 бомбы по 540 фунтов, что несколько облегчает задачу. Бомбы уходят все по одной, вот только кидать их придется на глаз. Но лично мне бомбами штурмить было легче, чем нарами, так что советую их опробовать в первую очередь. Также не забывайте, что у нас есть конструктор подвеса. С его помощью можно прицепить как бомбы, так и нары. Лайтинг по своему ЛТХ очень динамичный самолет, но одновременно тяжелый, и с полными подвесами выйти из бикирования порой непросто. Так что в плане штурмовки лучше уже задействовать букониры или скимитар. У них хотя бы имеются управляемые ракеты Буллпап. В авиационных режимах лайтинг тоже особо себя не проявляет. По геймплею он больше напоминает ракету с крыльями. Большой расход топлива, быстрый набор скорости и плохая маневренность. Из вооружения имеются две 30-ти метровые пушки Аден, причем расположены на антипушке под фузеляжем, из-за чего при стрельбе приходится все время задирать нос. А это лишняя потеря скорости. На дальняк ими не постреляешь, приходится сближаться с противником, но в ближнем маневрный бой для нас не выгоден. В отличии от МиГ-19 или ТО-7, долго удержаться за противником в вираже не получится. Лайтинг – самолет тяжелый, и при обычном маневре быстро теряет всю свою скорость. По максималке у земли уйти тоже не выйдет. СлатР наступает уже на 1325 км в час. Даже летя в горизонте, самолет спокойно переходит эту границу и теряет крыло. А ЛТЦ или Диполи у ладинга? Нет. Точно так же, как и СПО. Имеется лишь РЛС, но в рамках РБ она особо не нужна. Из подвесного вооружения на самолет устанавливаются две ракеты РЭДТОП. Это неплохие ракеты, но полагаться на них как на основное оружие все же не стоит. Уйти от ракеты можно простым маневром, даже не применяя ЛТЦ. Име сбивало только любителей побомбить базы и летящих по прямой истребителей. В остальных случаях ракета просто прилетала мимо. Сходя из летных технических характеристик лайтинга, можно выделить лишь одну тактику – это атаки на проходах. Увидели, что завязался где-то бой, нашли для себя цель, пустили ракету, ну и подлетели чуть ближе и попробовали кого-нибудь сбить из пушек. Опять же, не стоит сильно доворачивать, лучше удерживать скорость и пытаться отходить к своим. Не связывайте с маневренный бой. Кстати, не так давно улитки изменили практически все ракеты воздух-воздух. Если раньше, чтобы пустить, к примеру, АМ-9Б, требовалось ждать 3-4 секунды, то теперь это время сократили до 1 секунды. И к тому же нет ограничений по пуску. То есть недавно рассмотренный Милан теперь может пустить наконец-то ракету, летя на сверхзвуке. И это отлично. Я давно уже дал от улиток подобных действий. Думаю, пройдет еще какое-то время и от этой аркадной механики вовсе откажется. Оставив лишь для тех ранних ракет, у которых эта функция была в реальности. В симуляторе МБХ, как и у многих пакетных премов, боевой рейтинг составляет уже 9,7. Это значит, что мы попадаем в седьмое противостояние, где против нас будут все топовые реактивные истребители. Я уже обсуждал эту тему в прошлом видео. И повторюсь, улиткам необходимо добавить еще одну ступень противостояния, чтобы отделить все топовые джеты. Сейчас же на всех реактивах с Бэйром 9,7 летать в СБ некомфортно. Имея при себе не самые лучшие ракеты, без использования с обычным радаром, попадая на большую карту, лайтингу с трудом удается для себя найти цели. По управлению самолет становится очень дерган на малой скорости, а на большой превращается в бревно. Имеется несколько режимов АСУ, но доворачивает лайтинг тяжело. У него быстро теряется скорость, поэтому в маневренный бой нам дорога закрыта. Остается летать по прямой, и искать цели с помощью радара. Стараться по возможности всегда оглядываться. Обзор с кабиной неплохой, так что контакты заметить можно. В заключении, я могу сказать, что лайтинг на роль прям самолета подходит мало. Он сложный в освоении и по эффективности особо не выделяется. Что в штурмовке, что в авиационных режимах. С точки зрения истории, лайтинг F-53 это экспортная версия F-6, с пилонами для бомб и неуправляемых ракет. Всего было построено 46 самолетов. Главным покупателем вот является ВВС Саудовской Аравии. Лайтинги там прослужили до 1986 года, после чего их сменили на F-15. Несколько самолетов остались Саудовской Аравии как памятники. А вот вторым покупателем стал Кувейт. Купив изначально небольшую партию Хантеров, им потребовалось что-то новое, потому что к 1969 году Хантер считался уже устаревшей машиной и требовалось его замены. Как раз этой заменой и стал Лайтнинг. Затем авиапарк Кувейт расширился, появились Скайхоки, Миражи и уже во время операции Буря в пустыне F-18. Ну, это уже другая история. Подписываемся на канал, оставляйте ваши комментарии и до новых встреч. Пока-пока.